В это воскресенье в Дмитровском городском округе состоялась историческая реконструкция одного из боев битвы под Москвой, 80-летие которой мы отмечаем в эти дни. Силами местного отделения Российского военно-исторического общества и поисковиков были воссозданы окопы и боевые позиции Красной Армии у деревни Семешки возле станции Яхрома. Экспозицию Яхрома «Последний рубеж обороны» представил Сергей Рыбаков, командир Дмитровского поискового отряда «Рубеж Славы». Поучаствовать в военной реконструкции приехали неравнодушные к истории своей страны активисты с самых разных городов Московского региона и Центрального федерального округа. Сегодня наши младшие кадеты и их мамы с папами будут изображать мирное население. Это местное население Яхромы. Их задача будет изобразить панику, соответственно предупредить бойцов Красной Армии, что наступают немцы, после чего спрячутся за нас, и мы примем бой, защищая мирное гражданское население. На мероприятиях бывает очень по-разному. Как правило, противника всегда не хватает. Это вне зависимости от того, скажем так, на какую эпоху мы выходим. Поэтому периодически приходится выходить врагом, а иначе кого, ну вот в данном случае, кого Красная Армия будет побеждать, она ведь должна победить, здесь же немцы наступали. Поэтому вот попросили выйти в форме вермахта. Сложно выделить отдельное сражение за конкретную деревню в таком глобальном историческом сражении. Поэтому любой бой за любую деревню был важен в стратегическом, в тактическом плане. Каждый отданный врагу населенный пункт приближал противника к Москве и способствовал его победе. Поэтому стояли насмерть, чтобы не допустить врага, и каждый бой был важен. В последних числах ноября 1941-го севернее Москвы в районе Дмитрова и Яхромы была очень напряженная военная обстановка. Немцы глубоко продвинулись здесь и разобщили главные силы 30-й и 16-й армии. Борьба шла уже на ближайших подступах к столице. И именно здесь, в конце ноября 1941-го, было остановлено немецкое наступление и произошел основной перелом в Великой Отечественной войне. Несколько лет назад у нас мы обсуждали проект линии обороны Московской области и Москвы. С юга на север, от Серпухова до Дмитрова эта линия была обозначена и в рамках этого проекта мы решили обозначить у нас здесь наиболее значимые места, именно вот где были вот такие бои и где эти бои имели большое значение и те окопы, которые наши бойцы держали до последнего и немцы не прошли через эти окопы. Куда не ступала нога немецкого солдата. Вот таких точек мы насчитали, обозначили восемь, начиная от Белого Раста и до усть-пристани за Рогачева. И вот одна из этих точек вот здесь мы обозначали эти места не просто, а для того, чтобы установить монументы, установить памятники, памятные места, сделать исторические маршруты, чтобы все могли приезжать, приходить, знать, что было и как было. Отряды фашистов заняли город Яхром и захватили мост через канал Москва-Волга. Несколько танков прорвались в деревню Перемилово и к железнодорожной станции. Пытаясь захватить самую высокую точку плацдарма в деревне Семешки, враг получил отпор 1-го отдельного лыжного батальона Красной Армии. ПОЦИИ, 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 ПОЦ МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выйти на восточный берег канала, враг отступил к яхрами. Здесь коммуникации, здесь канал, здесь шоссе, здесь шлюз. Коммуникация на войне – это самое главное. И захват этого плацдарма был очень страшным событием для наших подразделений. И вот бойцы 1-го лыжного батальона во главе младшего лейтенанта, политрука Абодина Федора Семеновича и его взвода, они выбили врага из семешек. Они сузили этот плацдарм, они не дали развиваться событиям. И враг ушел. Весь мир обязан нашему народу именно в победе в Великой Отечественной войне. Именно мы все обязаны нашим прадедам и дедам, именно тому, что над нами светлое небо над головой, мирное небо над головой. Смотрите! Смотрите! Немножко ныжное небо над головой! Понятно, роль женщин в тылу, да, вот, труженицы тыла, а на войне роль женщин? Ну, женщин было много, они были снайпера, во-первых, во-вторых, медиков очень много было. Летчицу. Летчицу, да. Ну, и также, я так думаю, что они наравне с мужчинами брали оружие и ходили в атаку. Ваша роль здесь? Ну, пехота. Стрелок. Стрелок, да. Сами-то стреляете? Да, я давно уже стреляю, у меня где-то, наверное, шестая реконструкция. Сначала я ходила с сыном в бой, сын стрелял, я как бы с макетом ходила. Сейчас приобрела себе оружие и вместе с сыном бегаю наравне с ним. Ну, как ощущение в руках оружия, когда держите? Ну, мне понравилось. Вас не ломает то, что в немецкой форме? Ну, есть, конечно, такой... Дискомфорт, да? Моральный такой, да, момент. Но наше мероприятие возможно провести только в том случае, если вот тот будет врага играть, как уже Николай сказал. Поэтому наша задача изобразить врага сегодня. Слушайте, а винтовка немецкая? Да, да. Да, да, это все, у нас все немецкая. Как форма, комфортно в ней? Тепло? Да, тепло, нормально. Ну, то есть, все-таки, к этому времени были готовы сочетание снаряжения немецкой? Если вот такая погода, то готовы. А если температура на 10 градусов упадет, все померзнем нафиг. А там температура падала до 30 с лишним градусов. Это тоже фактор своего рода. Это тоже фактор и тоже... Я вам могу привести цитату из мемуаров одного из немецких офицеров, обер-лейтенанта, который воевал под Москвой. Он написал так. В тот момент, когда русский из любого куска железа сделает печку и стоит греется всякой ерундой, наши бедные солдаты, чтобы получить капельку тепла, сжигают драгоценный бензин. У них же еще и танки встали. Почему? Потому что надо было людям обогреваться. Еще неделю продолжались бои, и в итоге Яхрома стала первым советским городом, освобожденным от фашистов. Отсюда началось победное шествие Красной Армии в Великой Отечественной войне. Ровно 80 лет назад у Яхрома велись кровопролитные бои. И звание «Населенный пункт воинской доблести», недавно присвоенное Яхроме, подтверждает выдающийся подвиг защитников и жителей этого города. Отечество! Всех веков! Обеда! Вы сейчас! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok